4 февраля во всем мире отмечается день борьбы с онкологическими заболеваниями. Для нашей страны эта дата имеет особое значение, ведь Россия занимает одно из первых мест в мире по смертности от рака. Ежемесячно в нашей стране выявляется около 42 тысяч новых случаев заболевания. По данным Всемирной организации здравоохранения, примерно 70% онкологических больных необходима лучевая терапия. Уже в этом месте возможность ее проводить появится в Ямальском окружном онкоцентре. Накануне там побывала наша съемочная группа, репортаж Ирины Волокитиной. Помещение, похожее на бункер, расположено на цокольном этаже окружной клинической больницы. Такие меры предосторожности неспроста. Здесь установлен аппарат для лучевой терапии онкобольных. Уровень радиации высокий. Но при этом лучевая терапия во многих случаях может быть хорошей альтернативой хирургическому вмешательству. Пока в Ямальском онкоцентре только готовятся запустить этот комплекс. Оборудование установили, доктора проходят стажировку у своих коллег в Тверской области. Надеются начать работать уже в этом месяце. Одна из тех, кто с надеждой ожидает такого лечения, Галина Родчева. У женщины рак груди. Позади операция. Впереди не один сеанс с химиотерапией. Как это все получилось, я не знаю. Но были, конечно, стрессовые ситуации. Был немножко удар в грудь. Ну, внучка стукала, например. Как-то так. Мне кажется. Потом я принимала сильные антибиотики. Лечила другой орган, как говорится, внутренний. И я почему-то думаю, что может от этого все это вылезло. Потому что там тоже падает иммунитет. И все на свете нарушается. Никто не знает, от чего это все берется. Если поймать, что называется, этот процесс на ранней стадии, то вероятность успешного лечения при наличии современных технологий чрезвычайно высока. Дальше при второй стадии она уже кратно уменьшается. При третьей стадии еще меньше. И при четвертой стадии речь идет уже о палеоактивной симптоматической терапии. Поэтому основная наша задача проявлять то, что называлось в советские времена онконастороженность. Следить за своим здоровьем, своевременно посещать доктора. Особенно при наличии каких-то хронических фоновых заболеваний. Статистика по онкологическим заболеваниям на Ямале неутешительна. Прошедший 2015-й побил все рекорды. Прежде за год врачи выявляли до 700 новых случаев. Сейчас, говорят, будет больше тысячи. К тому же заболевание молодеет. Мужчины чаще всего подвержены раку легких, желудка, печени, пищеварительного тракта. У женщин самый распространенный рак груди и шейки матки. Больных в настоящее время достаточно много. Их число увеличивается, к сожалению. То есть мы полностью востребованы. Коечный фонд планируется расширять, потому что не хватает места. На учете стоит 300 человек. Значительную долю давно уже отправляем для лечения, для дообследования, уточнения диагноза. Именно в онкологическое отделение окружной больницы города Салихард. Лекарственное обеспечение онкобольных на Эмали – одно из лучших и самых дорогостоящих Российской Федерации. Окружной онкоцентр оснащен необходимым оборудованием. Как следствие, показатель продолжительности жизни пациентов, больных раком, в нашем округе – самый высокий в стране. На лечение одного больного по-разному. То есть разные заболевания имеют разные схемы лечения и могут кратно отличаться именно стоимостью препаратов. Но это не отражается на эффективности. В среднем, могу сказать, финансирование по программу в целом. За прошлый год на противоопухолевые препараты было потрачено около 600 миллионов рублей. К сожалению, никто еще не придумал вакцины против рака. И он не выбирает из плохих и хороших, богатых или бедных детей или стариков. Даже здоровый и правильный образ жизни не панацея. Лучший способ борьбы – знать все о своем организме. А для этого не пропускать профосмотров у врача, чтобы при необходимости вовремя забить тревогу. На ранних стадиях рак вылечивается в 97% случаев. Ирина Волокитина, Эдуард Захаров, программа «Время местное», Салихард.